Так, а вы к нам, да? А вы предупреждаете о видеосъемке? А? Вы предупреждаете о видеосъемке? Нет. Так, нужно? Нет, не нужно, зачем? Покажите, что вы взяли? Вот он лежит. А надо предупреждать, да? В общем, да. Да не, мне кажется, вы меня обманываете. Магазин вас не предупреждает. Это все, что вы выявили. Нет, мы выявили больше, просто мы не все собирали, потому что, видите, уже вторая корзинка пошла. Ну дальше все опишу, мы знаем, мы расходим. А вы-то кто? Пойдемте, я пойду узнавать. Слышно, я пойду. Хорошо представляется. Да, я, честно, я не услышал, я не понял. Интересно. Пойдем. Пойдем. На дворе. Пойдем. А что, давай? Э, куда вы мой товар трогаете? А они же должны писать. Ну, пусть здесь описывают на месте совершения правонарушения. Вот, что есть. Магазин тоже является территорией местной происшествия. Ну, да. Согласен. Ну, так выходить куда-нибудь ити же. А где он там, где нам удобно. А где вам удобно-то? А сейчас мы будем вверх положимся. Пойдем сюда дошли. Конечно. Девушка, вы сотрудник или кто? Или покупатель? Покупатель. Магазин не работает. Производится осмотр мест происшествия. Какой областик это? Магазин. Магазин, что это не работает. Пускай выйдет. Я вам еще раз объясняю. И вам говорил, что закройте магазин. Закройте. Начальник. Какой начальник? Я вам сказал. Вы на кассе? Магазин и сметан. Виндер. 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 Может, во рту что-то проверь. Я думаю, это пара подписчиков этих такой, блин, в дом не стоит. Что еще раз? Сошил прекрасно. Нет, ты говоришь, непонятно, я буду во рту что-то проверить. Сошил ты прекрасно. Ребят, вы слышали? Я лично нет. Я тоже ничего не понимаю. Вы можете представить, кто вы? А то вы так ушли. Обязаны перед вами представляться? Конечно. Возгрыжение требует. Не обязаны? Давайте посторонние все выйдут из магазина, а вы останетесь здесь с нами. Это свидетели. Которые были в момент нападения на меня. Тогда данные говорите, будем вы при вашем присутствии все осматривать и замать. Вы представите, можете кому-нибудь данные говорить? Мне ваше удостоверение не нужно, просто скажите, кто вы, и все. Потахова Анастасия Максимовна. Как фамилия? Потахова Анастасия Максимовна. Дознавательный день дознания про вас очень дегульно. Давайте в США заявление подам. Вот можете, между Берстанином, написать заявление. Для начала нужно произвести осмотр. Нет, в США на заявление, по какому факту вы осмотры отправите. У вас уже сообщение есть о том, что... Я же не передавал, нет, дежурная часть. Я просто два не говорил, что просроченный товар. Ну, вы сообщение передали в дежурную часть? Нет, я не говорю про... Вы приехали, подтвердили. Я про просрочный товар не говорил ничего? Нет, мы приехали подтвердить информацию, передали потом информацию. А вы передали ее, получается? Да, я же говорю, вы меня не слушаете. Плохо слышу, шапка мешает. Старый уже, конечно, Дед Мороз. Сколько мне лет-то? Страшно представить. Ну да, погладим. По паспорту 26, по факту все... У-у-у... Комбинационный возраст. Вы все так хотите отправиться? Я хочу, но нас не отпускают. Почему? А кто в Москву защищает? Кто защищает в Москву? Мы, граждане... Я думаю, там надо ваше усилие, чтобы новые территории очистить нас ради славы. Он и так Дед Мороз. Я и так Дед Мороз, меня все знают. Я вас не знаю. Вы Деда Мороза не знаете? У-у-у-у... Тяжелый случай. Я лопнусь. Знаю тоже. Кого? Кого? Я лопнусь. Дедский Дед Мороз. Не, мы там не были. Мы по этим странам не ездим. Мы по России катаемся. Мы тоже. По России мацки. Никуда не выпускаем. Всему свое время. А эти лопу не представлялись? Да. Да, я представился. Даже до середины показал. Работа в виде. Моя детская классика. Я с вами на вы, с мужественными тоже на вы. Да, конечно. Они молодец. Молодцы, это множество, мне кажется, число нет. Ну вот, молодцы. Два молодца. Молодцы. Да. Как хотите. Все. Магазин опять не работает, ребят. Что-то такое-то. Встань, закрываются эти магазины. Можно пройти? Так, позже. А то еще вас столкну, скажете, еще потом статью какую-нибудь прищете мне. Я аккуратно. А было же так? Я не трогаю полицейских. Зачем же? Как вы? Про париж. А мы и не швея. Я думал, вы как-то юридически под голову там, на юридическую с нами будете разговаривать. Да зачем? От души. Как я вижу людей, так я с ними общаюсь. Меня просто очень обидело, что вы хотели меня доставить. Мы? Ну да, вот человек сказал, что хотел доставить. Меня это задело очень сильно. За струны моей души. А, я думал, вы вызвали в отдел негодяя доставить. Да. Очень хотелось вас доставить. Так у каждого есть свои пожелания. Хотеть же можно дома, а не на службе. Все что, согласитесь? Когда я работаю на работе, я отключаю свои хотелки. И я работаю на работе как надо, согласно... Согласился от вас. А, это шутка была? Да, можно посмеяться. Ха-ха-ха. Все здесь. Хо-хо-хо. Да, как? Хо-хо-хо. Я современный Дед Мороз, хо-хо-хо. Современный? Конечно. Хи-хи-хи. Могу и хи-хи-хи. Но я вам оставлю эту возможность. Вообще. Мы серьезные. Ребята. А не подскажете, откуда просто очень тварный прилавок, оказался? Как откуда? Ну, так откуда? Специально оставляете? Не, не, не просто... Там это... Работники мало за это. Работник один шла, он не успевает. А зачем на покупателей бросаетесь? Какой покупатель? Ну, я... Это просто специально. Я специально? Можно спокойно поговорить. Да, я заново про обедан чек. Надо, если чек надо, надо сразу сказать. 59 рублей рублей чек. Спросить надо у покупателя. Ну, надо тогда... У Дедушки Мороза. Надо, да, какой Дед Мороз, блин? Обычный. Ну, надо сказать, блин. Зачем? Ты должен спросить, я должен сказать. Давай, до свидания. Я пойду еще куплю, в смысле, продукты. Ну, давай, иди, что, блин, ставишь, что ты в мозги ебешь, блин? Дед Мороз, блин. Можно спокойно поговорить? А вы слышали, когда я просто попросил у вашего кассира чек, что было тут? Нет, нет, ну, это просто... Ну, так тоже нельзя поступать. Как так? Ну, просто ты так поступаешь-то, ну, нагленно просто, а? Вы пролили кефир этот зачем-то, начали выхватывать. Здравствуйте! Хотел вызвать сотрудников. Ой, дядя, что ж ты творишь-то? Вы схватили кефир и зачем-то разбрызгали его. Зачем? Непонятно. Все, ушел. Все хорошо просмотрели? Все просрочкой? Нет, к сожалению. Ну, у вас еще время. Вот вместо того, чтобы пока здесь стоять разглагольчик, можно зайти и еще посмотреть. А разве не сотрудники магазина должны этим заниматься? Нет, ну, вы же общественники. Ну, мы уже свое показали, правильно? Здесь есть просрочка. Может быть, вы это сотрудникам будете говорить? Мы это отдельно им доведем. Ну, доводите. Сейчас в отдел поедем. Ну, конечно, потому что у нас пока нет. Все, 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 все. До отдела. Да, я думаю. Вы впоследствии, по завершению, когда день закончен, у нас много пройдет, все, а потом, где больно? И да, на будущее чек надо покупателям давать, а не покупатель должен просить. И желательно без мата, без криков. Сейчас вот так. Сейчас вот так. День просто сегодня, не тот зашел я. Девушка, заявление-то вам может подать? Конечно. Прошу вас протокол принятия устного заявления. Поможешь? Легко. У кого вы спартан забрали? Ни у кого не забирали. Вообще не забирали? Вот один гражданин, второй счет, поедет на ряд, а не поедет на ряд. Да, не на ряд, а спартан забрали. А, все, да? Да. Первый, второго тоже в контору. Называется, что я прописываю. Да не переживай, я не пью, никуда не убегай, блин, я не верю один. Переживаешь только ты. А, ты хватит, я снимаю. Просто устал. Все, а? Хватит, ты просто... А, что ты хочешь так? Ну, хватит, я снимаю. Можно, даже пасху? Да. Что, не устал снимать? Считаю, что товар опасен для жизни и здоровья граждан. Да, надо снимать тоже. Да я разберусь, где мне снимать. Считаю, что граби. Там интересный товар опасен для жизни и здоровья граждан. Да, тут по-любому снимай. Берите камеру в руки, будущее блогеры, возможно, пропадают. Надо был на журфак идти учить. Я сама. А, ну, просто... Куда пришло? 16-го и 12-го. Мы должны были это устроить. Фактализировать будем. Я не знаю. Работник, я думаю. Ну, так это важно. Не надо сюда, обратно не отбирайте. А, все. Все, ладно. У вас туалетов есть? Да, да. Иси-си-си. Можете просто читать вот это? Знакомиться. Можете просто читать? Я не могу слух. Проблемы с русским языком. Очень плохо. Обраговываться нужно. Вы меня давайте наращениями будете заниматься. 20 часов в 25 минут в магазине у БВ2 по адресу Москва, Дубнинская, дом 22, корпус 4. Я приобрел просроченный товар, а именно йогурт «Растишка» стоимостью 49 рублей, масса 15 грамм, со сроками годности до 14-12-2022 года. Данный товар предназначен для питания детей до школьного и школьного возраста. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан, в том числе для детей до 6 лет. Также за время моего нахождения в магазине мной был выявлен другой просроченный товар, в том числе товар без маркировки. Ну что, заявление по поводу просроченного товара написано. Сотрудник полиции, тем временем дознаватель, составляет протокол осмотра места происшествия, фиксирует некачественный просроченный товар. И у меня будет еще одно заявление. Какое? На кассира. Он доставлен в МВД. Ну а заявление-то надо написать. Конечно, напишет. 21-12-22 года примерно в период времени с 20 до 40 минут, находясь по адресу Москва, улица Дубнинская, дом 22, корпус 4. Подождите, 20 часов 40 минут, да? 20 часов, да, 40 минут. Дубнинская, дом 22, корпус 4, на территории магазина, неизвестный мне мужчина. Находился за кассой, выражался в мой адрес нецензурной бранью и в адрес других покупателей. Оставлял, пытался нанести удары, отобрать товар. Своим поведением он выражал явное неуважение к обществу. Прошу привык данного гражданина к ответственности. Если хотел, то, что... Да, да, да. А просто не вкусно, не знаю. Попробуй. А тоже попробуй. Нет, по вкусу поставить. Вроде бы нежного йогурта. Другие же бренды. Надо было видеть на йогурт нежный. А что вы любимый? Да. Может, вы как директор магазина подскажете, как понять сургодность у товара? Что сказать? Ну пойдемте с вами вместе, посмотрим. Ну ты же смотрел все, сейчас ты что смотри, иди смотри. Не, не, я по конкретному товару хочу задать вопрос. Пусти посмотри, за меня нет, я бы с тобой. Да, как-то некоторый магазин ваш. Я понимаю, хорошо, и ушел. Решил спрятаться. Нет, при чем спрятаться? Ну подскажи по товару, я понимаю, что магазин уже закрыт. Ну магазин закрыт, и все. Так ты же продолжишь его реализовывать, тебе надо объяснить, что с ним не так. Ну а что тебе объяснить? Что тебе объяснить, ты с Матилем, и все. Человек просто хочет, чтобы ты к нему почаще приезжал, почаще заявление писал. Там некачественный товар, без разницы вообще просрочно, некачественный товар, ушел просто. Вы камерой товаровед? Да. Ну так просматривайте, идите пока, мы оформляем. Просматривайте, товар, смотрите. Ну все, что есть, они сегодня сегодня еще. Ну вы еще раз пройдите. Ну а что, смотри сейчас, только лучше. Вы товаровед? Только лучше. Вы не смотри. Весенец. Бежите его там еще. Вот, сотрудник полиции сам нашел просрочку в магазине. Серьезно? А мы пропустили, да? Первый же прилавок подошел, буквально взял первую колбаску и нашел. До 19-го. А перед этим вот товаровед, оказывается, сказал, что а все нашли, уже все убрали. М-м-м. Ничего больше нет. Надо убрать столько завтра, считай, есть. Так оно на три месяца просрочка у вас лежит на прилавку. Вот это? Нет, это на два дня, но нашли на три месяца вон там. И детская просрочка у вас. Детская какой? Детское питание. Тоже на кассе вон лежит. Просроченное больше, чем на месяц. Вот так вот и получается, что полицейские находят уже просрочку. Работу общественников выполняем. Это работа сотрудников магазина, а не общественников. И вы бы тоже могли не стоять, помочь. Очистить магазин. Помочь гражданам. Вы просто стоите. Мы охраняем. Кого? Просрочку. Просрочку. Ну тут, мне кажется, уже есть сотрудник полиции. Она пишет, она не может зацепить следителя. Ну пусть, пусть стоит. Ну, у каждого своя работа. Кто-то просто стоит свою пушку начался, так как работает. А, пойдем поищем тоже. Тут просто у вас еще такой момент, что у вас тут обман потребителя. Смотрите, тут дата производителя одна, дата изготовления упакована. Вы клеите другую дату. Штучно, а потом, что не веселый, это веселый товар. Какая разница? У вас, вы должны дату такую же ставить, как здесь. А вы, получается, продлеваете срок годности. Производитель поставил 16-го, вы поставили 19-го. Это обман потребителя называется. Вся эта колбаса, по факту, нарушает законодательство Российской Федерации. На большинстве продукции вообще нет годен до, которые вы упаковываете сами. Сладости, десерты. А, что вы там наркировали? Маркировки нет на товаре. А, маркировка? Да, а это нарушение закона. Технический регламент Томожного Союза 020-2011. Штраф за это от 100 до 300 тысяч. Если за просрочку штраф 23 тысяч, то за маркировку от 100 до 300 на юрлицо. Но, когда я вам хотел показать, вы убежали почему-то, не захотели смотреть. Пойдемте. Я просто хочу до вас донести эту информацию. Почему я понял? Вот, я подхожу к отделу. И вот почему? Вот здесь есть годен до, а вот здесь уже нет. Так, так. Здесь есть. Не знаю, наверное. Где-то поленились, где-то поставили? Не знаю, может быть, на экране печатали. И как узнать сейчас срок годности у этого товара? Нет, у этого я вижу. Я вот про мармелад говорю, да. А эти тоже. Не знаю, надо посмотреть. На этих тоже нету? На этих тоже нету. Наверное, будем смотреть завтра. Завтра, то есть когда магазин уже будет работать. И люди смогут отравиться. Да нет, это люди не смотрят. Надо смотреть, пока магазин закрыт, и никогда он работает. Ну, сейчас кто будет, ладно. Сейчас работники все ушли. Товаровед. Ну, а тут считай, это товаровед. Да, тут тоже самое, кстати, на товарожке нету, один, да. Сотрудники полиции, попрошу вас пресечь длящиеся правонарушения и потребовать сотрудников магазина убрать все-таки просроченный некачественный товар с прилавка. Мы про полномочия. Ну, да. Ну, я к вам обращаюсь, вы же тоже полицейские. Мы вот охраняем. Вдвоем. Вдвоем, да. Ну, я к вам обращаюсь. Давайте я к вам обращусь, если вы охраняете. Там уже есть сотрудник, во-первых, полномочий. Я к вам обращаюсь к должностному лицу. Ну, я вас слушаю. С просьбой пресечь правонарушения. Вот я обнаружил... Нет, это не все правонарушения. Я обнаружил еще правонарушения. Так я к вам обращаюсь. Какая разница, я могу обратиться к кому я хочу? У нас у сотрудников патрульно-постовой службы и много другие. То есть, вы не пресекаете правонарушения. Вы, если видите, что человека убивают, то вы пройдете мимо? Конечно же нет. Ну вот. Это не правонарушение, когда человека убивают. Хорошо. Вы, если видите, что человека бьют, возможно, административная статья, вы пройдете мимо? Возможно. Нет, конечно, не пройдем мимо. Вот. Надо пресекать. Вот. И я прошу пресечь сейчас. И вам сказали, что сотрудник висит. Я к вам обращаюсь, все же таки, как к должностным лицам. А вы, пожалуйста, это надо заявить? Зачем я вам заявляю? Вы передадите в Роспотребнадзор материалы дела. Но пресечь-то надо. Убрать товар некачественный. Завтра же так же магазин работать будет. Люди придут, понравится. Чтобы люди не отравились, надо пресекать. Надо еще раз завтра зайти. Нет, я сейчас вас прошу пресечь. Ко сотрудников полиции. Завтра еще раз зайти. Вы отказываетесь пресекать? Я вам хочу сказать, где правонарушение здесь происходит сейчас. Так там сотрудники есть. Так я к вам обращаюсь, какая раньше там есть. Там вот, может, где за километр тоже есть сотрудник. Ну, что ты покажу? Хорошо, давай на ты. Есть и привычная ты, давай на ты. Пока ты. Давай. Некачественный товар. Вот. Конечно. Товарожок с нарушением маркировки. Нет срока в годности. Прошу пресечь в правонарушение. Потребуется в магазин убрать товар с прилавка. А вы видите сотрудников магазина? Конечно. Два их сотрудников магазина забрали в отделение. А еще один остался, товаровед, самый главный, кто отвечает за товаром. Так вот, он же был сотрудником оперуполномоченного. В чем ты оперуполномоченный? Оперуполномоченный принял у меня уже заявление? Я обращаюсь сейчас к вам. Ну, он пресекает также административную правонарушение. Что же все на кого-то скинуть, пытаетесь свою службу? Ну, хорошо, вот где сейчас сотрудники? Вот. Вот. Вас как зовут? Вас как зовут? Лиман. Вот, Лиман. Попросу вас убрать. Там же некачественный товар с раду, все. Прямо сейчас. Я его толкуну назад. Покажите, какой имя. Весь творог, я ему объяснил. Весь творог. Это что, плотность на это, да? То же самое нету, да? Я его покажу. Прошу вас убрать. Убрать, а не задвинуть на взрыв. Это то же самое реализация, у вас также ценники на нем есть. Нет, нет, это может сейчас... Сейчас куда убрать? Можете корзину уберите. Мне коробку надо, чтобы куда его поставить. Ну... Берите. Может, я сифтерну убираю? Пока корзину. Так, я сифтерну убираю. Вот, да? Ну, нормально, так не пойдет. Нет. Убирайтесь с прилавка полностью. На склад. Ну, что вы так сопротивляетесь? Потребовали, все убрали, все красиво сделали. Я бы объясню ситуацию. И там то, что задвинули внизу. Это вопрос. Конечно, это не все. Идем дальше или тут? Пойдемте дальше. Вот здесь прям по молочке пройдемся. Вот сыр. На нем вообще никакой маркировки тоже нет. Так, а на этом есть? Тоже нет. Давайте, я его придется завтра. Не, не надо убирать. Наверное, тут нужна еще одна коробка. Я его сейчас вместе найду. Я засовываю, тут вот сзади. Я, конечно, дико извиняюсь, но это надо убирать с прилавка, а не прятать. Я просто холодильник надо, это, ну, чтобы вам прятать и все. Ну, это, фу, сейчас я его в склад поставлю, а холодильника нет. Ну, это же тоже не проблема покупателей, то, что у вас холодильника склад нет. Надо убирать сейчас с прилавка. Ну, я прилавку убираю. Я лучше надо с бюджетом. Да с прилавку убирать и не прятать, я еще раз говорю. Полностью убирать это надо. Это некачественный товар. Чтобы вы не поймете это никак все. Что, просроченный взял 1 попавшийся? До 10, 11, 22. Мы пока смотришь, что там еще не проверили. Ну, конечно, мы не успели. Отлично. Сало, смотрите. Тоже нету, да? Нету тоже, да. И на ребрышках тоже нету. Как не хочется все убирать, да? Да я не видел. Сейчас так и магазин, глядишь, очистим. Ну, вы тут сами понимаете, что надо убирать. Ну, я понял. Убирайте. Раз вы поняли, да, убирайте. У вас это и здесь, и на тех прилавках это... Нет, убрать надо сейчас. И, кстати, еще вопрос вот такой, нескромный. А как понять, какие у сосиски в тесте условия хранения? При какой температуре она должна храниться? Написано? Нет, не написано. А вы не внимательно смотрели? Внимательно смотрел. На всей продукции, от этого производителя нет информации. А это нарушение закона, опять же. А что там еще? Убирайте, занимайтесь. Я убрал все. Ну, давайте не будем лукавить, вы не все убрали. Тут еще тележка, а то и две. Только завтра я не могу. Это тоже просрочно? Это просрочно, да, сейчас сотрудник полиции отнесу. Вы поймите, что вы должны убрать некачественный товар до того, как откроете магазин. А не завтра сначала открыть магазин, а потом уже убирать. Артем, там говорят, что сметана до сегодняшнего дня включительно. Мне тут передали, что до сегодняшнего дня включительно. Угу, вот это вот. Видите, до 21-го, 12-го. Вы ошибаетесь, у нас есть 473-я статья Гражданского кодекса, в которой сказано, что до это не включительно. Вот так, полицейские покупают товар, а он тоже может оказаться просрочен. Потому что турники магазина должны вовремя убирать. И никто не должен с покупателей за ближайших смотреть. Свежий товар, не свежий товар. Ладно, мы показали, где нарушение, пусть занимается. Ну, памперсы, смотри, где, на потолке. Давай посмотрим. Памперсы, пожалуйста, достаньте. А вы сам достать не можете? Нет, маленькая. На самом верху, видите, вот этот слепый. Свежие. До 26-го года. Надо выбрать. Ребят, тем временем уже 22-15. И даже магазин, если бы работал, он бы уже закрылся. Но его закрыли раньше. Отчасти, я думаю, благодаря нам. Точнее, даже не так, не благодаря нам, а благодаря сотрудникам магазина. Которые, ну, видимо, забили на свою работу и оставили просроченный товар лежать на прилавках. И, ребят, все, кто подписан на мою телегу, уже в курсе, что тут произошло. Так что, чтобы не пропускать анонсы новых видео, какие-то закадровые моменты, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Сотрудник полиции там предъявляет за нарушение сотруднику магазина. То, что с руководством с врачом поговорил и так далее, что неадекватное поведение, что только просроченный некачественный товар на прилавках. Тем временем полки пустеют. Вакуумная упаковка нет. Нарушение вакуумной упаковки. А вы посмотрите, видите, тут написано, упаковано под вакуум на нижней маркировочке. А тут воздух. Вот так, ребят, даже сотрудники полиции не знают, а в чем там нарушение, не понимают, в чем нарушение. То есть, если срок годности понятно, ты видишь, что здесь не так с товаром, просрочен товар, то когда нарушение маркировки, нарушение вакуумной упаковки и так далее, даже сотрудники полиции не всегда разбираются в этом, а тем более обычные покупатели. Поэтому я вам всегда показываю, всегда внимательно следите за сроками годности, но еще более внимательно следите за вакуумной упаковкой и за маркировкой. Вот, смотрите, для сравнения, какие они должны быть, там все такие. Поняли, да? Это обман потребителя, это еще одно нарушение, да. Сотрудник полиции заметила, что дата на родной маркировке от производителя не соответствует дате на маркировке, которую магазин клеит. Вот где снималась техасская лезня бензопилой, походу. Не удивлюсь, если тот мужчина на кассе был в главной роли. Звоните от места. Убирайте. Убирайте, значит, это не может сейчас пойти. Я это не придумал. Завтра-завтра, ты же говоришь, что иди завтра. Зато ты тоже ничего не можешь сказать. Все там? Все. Один остается по мелкам, который заражался. А второго отработаем, там будет видно. Все, ребят. Ну, сейчас нет никого. Сейчас мы по-моему, я тебе интересно, мы прислаться все. Ну, ладно, мы решили. А где у вас рабочие документации? Ну, там компьютеры все вводят. Бумажные? Бумажные, не знаю, вводят. Забеляют. А что звонить ночью? Так, поверим, а кому звонить? 25. Ну, мы же здесь, вы наработали. Я же наработал, что... Значит, убирайте. Великий телегу складывайте. Я его закрою. Завтра вы меняете. Какой закроет? Я сейчас все равно же магазин закрылю, правильно? Завтра вы меняете от этого. Завтра вы меняете от этого. Завтра вы меняете от этого. Что же вы так боитесь? Этот товар уже все равно по тутилизацию должен идти. Ну, да, просто закрыто. Сейчас никто на воде нет. А вот это? А это кто? Да кто же ничего нет, конечно. На это у вас тоже должно быть соответствующая маркеровка, если расклеиваться. Вот должен быть, чтобы кто расклеивать, как расклеивать. Или это все должно отображаться. Вид отображается. Объясните. Сейчас это найдет один сад, что вам надо. Вот так вот, ребят, уже сотрудник полиции отчитывает сотрудника магазина. А сотрудник магазина даже не понимает, что происходит. Как будто вообще на разных языках разговаривает. Сотрудник полиции и следственная оперативная группа разбирается, как будто бы лучше в законодательстве в области торговли, чем сотрудник магазина. Это вообще как так? Как такие магазины вообще работают? Но однозначно я могу поставить большой палец за работу сотрудника полиции. Да, тем более он его тут убеждал, чтобы он убрал товары. То есть не на камеру, а просто вот. Тут уже полочки так пустили, ребят, смотрите. О, чуть осталось. Все выкидывать надо. Полиции хлебушек заметил. Он врезан. Он тут без способствует приходит. Посмотрите, обрезан. Но он врезан? Нет. В среднем есть? Кому нужно половинку. Хорошо, где здесь указано? Когда его врезать? Где? Где? Он же не написан. Ну почему не написан? Осталось. Да, как нам придешь объяснить? Я здесь буду. Нет, у нас, допустим, вот берем упаковку. Здесь есть срок годности? Указан? Да. Отца это 12 даты изготовления. Здесь? Есть. Берите, он тут был. Покажите мне даты изготовления. Нет. Нет. Он так резан все. Нарушаем и все. Привыкли, потому что так. Потому что никто до этого не проверял эту помойку. То есть вот так вот его привозят? Да, да, да. Он сначала сказал, нет, не резанный. Потом, ну да, резанный. Причем криво порезан-то. Да, да. Не знаю, видно будет на камере, нет? Он вот так вот криво порезан. Боюсь представить, в каких условиях его резать. Ну, ребят, как я услышал, сотрудник полиции сказал, того, кто матерился на кассе за мелкое хулиганство, то есть все, одного нарушителя мы наказали, прям при вас, во время видео, все. Теперь человек отправится в клетку на несколько дней, скорее всего. Как вот такие люди просто живут на свете, я не понимаю, честно. Под нему видно, что он опасен для общества. Он сразу ничего ему не сделали, вообще ничего не сказали. Сразу начал материться. Это его обязанность, выдать чек. Он сразу начал. Он просто был увлечен футболом очень сильно. Кстати, да, он сидел. А вы не подскажете, а вы чеки выдаете покупателям вообще? Да, конечно, да. А почему кассир до этого сказал, что не даем чеки? Нет, закон вышел, кому чек нужный лет за этой лентой. Ну, так он должен был спросить. Он же спросил вас. Нет, он не спросил, не надо брать. Зато мы знаем чек. Я говорю, чек на йогурт можно? Да, я заново прообеду дам чек. Если чек надо, надо сразу сказать. 59 рублей влень, чек лучше. Спросить надо у покупателя. Ну, надо тогда... У Дедушки Мороза. Да, какой Дед Мороз, блин? Я не... Обычный. Ну, надо сказать влень. Зачем? Ты должен спросить, а я должен сказать. Ты получил чек? Давай, до свидания. Так, сотрудники полиции все фиксируют. Приложен потом с материалом дело. Да, 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 внимательно вас слушаю. Здесь вошли в основном с трудомности, да. 25-го и 1-го, 25-го года. Тут то же самое нарушение вакуумной упаковки, там воздух. Пока где-то... И вы не хотите сказать, что из числа местных жителей я найду сознательные граждане, которые будут выступать в роли тайных покупателей. И будут приходить сюда ежедневно выявлять просроченные. Ребят, вы представляете, что сказал сейчас сотрудник полиции, этому наглому директору, что он лично найдет ребят, которые будут приходить и выявлять просроченный товар в данном магазине. Просто браво. Полицейский попросил, я так понимаю, документы. А похоже, ничего нет. Вот так вот, ребят. Не, такие помойки, я считаю, однозначно надо наказывать. Наказывать в первую очередь рублем. Если не понимают, то надо закрывать, как и таких наглых сотрудников. В принципе, уже сегодня они потеряли часть своей прибыли, поскольку магазин не работал вторую половину вечера. И покупатели не могли что-то купить, магазин терял прибыль. Сейчас магазин еще получит свой штраф. Плюс сотрудники агрессивные получат свой арест и штраф. Ну и как бы замечательно. А мы очистим магазин. То есть уже практически очистили магазин. Наша миссия выполнена. Не, не, не. Нарушение маркировки технический регламентом можно на Союзном 22-2011. На каждом упакованном товаре должна быть дата изготовления, срок годности, условия хранения и номинования. По сути, никакой из этой информации нет. То есть нарушение маркировки. Все, выходит. Вы мне скажите, вы возврат закупленный просроченный товар сделаете? Да. Денежный срез. А сейчас? Не могу, я тебя не знаю. Эти костюры знаете. Сейчас системы закрыты. Все, вы видите, торзина куда-то? А сейчас уже поздно. Смотрите, мы сейчас на месте, поэтому мы требуем от вас сделать возврат закупленный просроченный товар у вас в магазине. Или вы продаете просрочку, при этом возврат не делаете людям? Возврат кто должен делать? Любой сотрудник магазина ответственный. Не обязательно кассир. А нет, я же, если не знаю. Будет сотрудник магазина? Я же не знаю, что... Уже уволился. Ты знаешь, разбираешься, как сделать? Ты знаешь, как системы сделать возврата? Это уже ваша система, я не знаю. Я вам оставлю товары. Да, я деньги, а хорошо. Это проблем нет. Аккуратно, аккуратно. Куда вы просроченный товар убираете? Он написан из Ж. А вы скажите, вы как изымать это будете, да? Ну, мы, соответственно, изъявили, оставим на крышку. Понял, замечательно. В магазине. Ну что, ребят, все. Сотрудник полиции изымает просроченный некачественный товар, оставляет магазин на ответственное хранение. Протокол осмотра составлен. Заявления написаны, все необходимые. Замечательная красота. Магазин от просрочки очищен. Конечно, я уверен, что где-то здесь еще есть она. И, возможно, даже ее много. Но об этом, я думаю, мы узнаем при следующем визите. Магазин от просрочки очищен, насколько это возможно было сделать сегодня. Ого, смотри, что написано. Уважаемый покупатель, товар без чека возврату не подлежит. Опа. А вы в курсе, что вы обязаны делать возвраты без чека? Если чек есть, мы возврат делаем. А если нет чека? Тоже делаем. Вы даже его не даете покупателям. А я должна просить чек? Нет. Вы должны спросить, нужен ли покупателю чек, а не мы должны просить его. Какие-то вы свои правила устанавливаете. На каком правиле свои? А, еще смотрите. Еще есть, что ли? Вход в торговый зал с рюкзаками, сумками, пакетами строго запрещен. В магазине имеются камеры. А где оставлять свои сумки нужно у вас? Здесь камеры крайне не есть. Это тоже незаконно. Не обязан человек оставлять свои личные вещи в камере, потому что вы за нее ответственности не несете, если у него что-то украдут. Может, вы уберете? Несоответствующие законы бумажки-то у вас висят. Так быстро менять правила в магазине. Самое обидное, что если бы я был обычным покупателем, если бы я сказал это вначале, когда они еще не знали, кто я и чем я занимаюсь, я на 99% уверен, не могла с объективным мнением, что ничего бы не поменялось, и меня, конечно же, слушать никто бы не стал. К сожалению, пока люди не понимают, что они в заднице, если можно так выразиться, они не прислушиваются никогда. Рубль есть, задача? Рубль? Сейчас посмотрю. Все, денежные средства нам вернули. А чему это учит сотрудник магазина? То, что всегда надо вести с покупателями адекватно. Если вы подошли, то сразу извинились, если бы сказали, да, товар некачественный, давайте сейчас уберем, никого с конфликтом не было. Это распечатывать не для... и выкидываем тоже. Ну все, исправляйте нарушения, не травите граждан, всего вам доброго, до свидания. До свидания. Хоу-хоу-хоу. Вот сюда они предлагают свои вести. А, ну да, безопасно. Все чисто. Давайте. О! Давайте. О! Плюс падение. Как удобно. Ну, видишь, это вот стоит где-то. Безопасно, да-да-да. Видишь, стоит просто скользкая вот такая вот. А еще не грохнулся. На самом деле, без нее безопаснее спускаться, чем... А, нет. Это целое приключение для пенсионеров. Просто взял, упал, полетел. А, рука... Это нереально. Как мы забрались в этот магазин? Ну что, друзья, вот и закончился визит Дедушки Мороза вот в эту тухлую помойку. Вы все видели сами. Мне больше добавить нечего. Я желаю этому магазину либо в корне пересмотреть принцип своей работы и исправиться, либо закрыться. Так сказать, подарок Дедушке Морозу на Новый год. Друзья, а вам я хочу пожелать всего самого наилучшего. Вы у меня самые любимые, самые лучшие. Но я думаю, вы и сами это знаете. С Новым годом вас! Вместе мы сила! Хо-хо-хо! Главное теперь не упасть. А? О! О! Деда? Скользит Дедушка Мороз. На одной ноге. Дедушка старый уже разваливается. На коньках кататься разучился. Так, не выключаем камеры. Все, выключай камеру. И ты тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...